Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. И сегодня я покажу вам впервые не свою партию. Она пойдет в рубрику «Полезные партии», естественно. Эта партия была сыграна на турнире в «Быстрые шахматы» в Ханты-Мансийске. Скорее всего, финал Кубка России. И между двумя международными гроссмейстерами. Дмитрием Фральяновым и Никитой Витюговым. Почему я решил показать эту партию и прокомментировать немножечко? Потому что она очень важна для теории защиты каракан. Для тех шахматистов, которые боятся играть против атаки Панова. Ну или не боятся, а хотят побольше узнать о способах ведения борьбы. Вот. Дмитрий Фральянов один из лучших специалистов по атаке Панова в защите каракан. То есть он мне несколько поражений, например, нанес в этом варианте. В этой партии против Никиты Витюгова взялся «Д». Не стал ходить ферзь «Б3». На мой взгляд, здесь сильнейшим является ходом «Конбьет» «Д5». То есть пешек должно быть поровну. Но у Никиты другое мнение. Слон «Ж7». Теперь ходом ферзь «Б3» белые могли свести игру к основному варианту. Вместо этого они ходят слон «Б5». Ход очень логичный. И после конь «Д7», «Д6» кажется, что у черных серьезная проблема. По крайней мере, в книжке, не помню, контур «Эншпиле» или стратегия «Эншпиле». Вот эта позиция после ферзь «Е2», шаг, ферзь «Е7», слон «Ф4» оценивается как очень тяжелое у черных. Висит пешка «Д6», слон с «Е2» переходит на «Ф3», нападая на «Б7». Если сыграть король «Е7», то все-таки король не лучший защитник пешки «Д6». Шансы на уравнение там, на мой взгляд, у черных есть. То есть черные потом могут поставить коня на «Б6», ладью на «Д8». Короля, если надо, будет убрать на «Ф8». И попытаться зацепиться за пункт «Д5». То есть давайте нарисую вам стрелочки на ходы, которые черным надо сделать. Возможно, где-то им придется играть «А6», а может и не придется. Но ключевая идея защиты, идея построения обороны заключается в том, чтобы прихватить черный пункт «Д5». При случае это может дать шансы на перехват даже. Вот. Ну, Никита здесь применил очень интересную жертву пешки. Почему я и показываю вам эту партию. После слона бьет «Д6», ладья «Е8». Кажется, что белые просто выиграли пешку. Вот у них есть здоровая, лишняя, центральная и проходная пешка. Они чуть-чуть отстали в развитии, но без ферзей вроде бы это не должно, ну, вообще ни на что повлиять. И белые делают самый естественный ход в этой позиции. Это длинная рокировка. После чего у них уже, скорее всего, очень неприятная позиция. А нет, еще нет. Еще после конь Б6, мне кажется, еще у белых были шансы отбиться. А вот после самого напрашивающегося хода конь Ф3, уже этих шансов не так много. Следует совершенно неожиданный и очень красивый удар. Ладья бьет Е2. Белопольный слон белых – это очень серьезный защитник белых полей, в частности, поля Ц4, куда хочет прыгнуть конь при случае поля Е4. Ну и других белых полей в своем лагере. И черные его уничтожают и собираются приступить к атаке на короля путем ладья Ц8 в шаг, конь Е4. Ну и, кстати, при случае еще и слон Х6. Этот конь может прыгнуть как на Ц4, так и на Д5 и на А4. В общем, в условиях, по крайней мере, ограниченного количества времени, ограниченного, имеется в виду, что в быстрых шахматах спасти эту позицию, на мой взгляд, просто нереально. И Дмитрий Фральянов с задачей спастись не справился. Ладья Ц8 в шаг, он пошел королем на Д2, может быть, ну, вряд ли лучше конь Ц3. То есть, такой ход был, но он едва ли лучше. Он может последовать как конь Е4 с нападением на Ф2 и на Ц3, так и конь Д5 с нападением на Ц3, на Ф4, на Е5 слоном ходить нельзя из-за слона Х6 шаг. А на слон Д2 последует, допустим, конь Е4 и снова висит конь Ц3, висит на Ф2, а на слон Е1 слон Ж7 выскочит на А6. В общем, колоссальная проблема у белых возникла. А после король Д2 черные загоняют белую ладью на А1, что выглядит достаточно смешно, но с другой стороны, с другой стороны, вряд ли белым можно что-то посоветовать более хорошее. Если ладья Д2, то черные могут просто отойти конем, скажем, на Ц4, ну, и потом просто усиливаться. Конь Д5, конь А3, король на Е1 мешает в игру ладья Х1. У черных же все фигуры в игре. А, на ладья Д2 еще конь Д3 шаг, очень неприятный удар есть. Король Д1 нету из-за конь бьет Ф2, а на король Ф1 будет конь бьет Ф4, ладья Ц1 шаг, конь Е4 и, в общем, огромнейшие неприятности у белых. То есть, поле А1 единственная безопасная клетка для ладьи. И черные продолжают заводить свои фигуры теперь в лагерь противника. Угрожает конь Д4, угрожает слон Д3, и даже слон Ф8, слон Б4 шаг – это серьезная угроза. Конь на Е5 не удерживается, но, с другой стороны, посоветовать что-либо здесь белым крайне сложно. Рокировки короткой нет, ладья Х1 в игре не участвует, про ладью А1, можно сказать, ровно то же самое. На ладья Ц1 всегда последует конь Д3 шаг. То есть, позиция у черных, несмотря на отсутствие качества, уже выигранная. И дальше идет стадия реализации. Причем, я уверен, что можно было выбрать не только способ, которым выиграл Никита. Конечно, ход слона Ф8 очень сильный, подключается последняя неработавшая в игре. Слон хотел выскочить на Б4, может быть, стоило сразу слон Д3 пойти. Но и здесь белым не позавидуешь. Конь Ф3 не имеет ни одного хода, слон Д2 тоже. В общем, перечислять, почему у белых плохо, я могу очень долго, и вы, наверное, сами все это видите. Ход Ж3, это чтобы поле Ф4 как-то прикрыть. Но на самом деле у белых заканчиваются полезные ходы. На А4 последует А5. Да, так и было. По большому счету белые запотованы. Что не ход, то есть их фигуры стоят плохо, а любой ход ухудшает только расположение этих фигур. То есть, конь Ф3 ушел, и черные тут же напали на слона Д2. И на пешку А3, которую тут же съели. Угрожает теперь, конь бьет Д2, и слон бьет С1. И черные полностью связали по рукам и ногам фигуры своего противника. Ладьяев не может по-прежнему войти в игру, так как на ладья Е1 последует очень симпатичный мат. А после ладья бьет А7. Белые признали свое поражение, так как на конь бьет Д2 последует конь С3. И мат на Ц1. Такая вот полезная партия. И так, начал я комментировать не свои партии, но и обратите внимание, не партии чемпионов мира, а партии, которые, как мне кажется, могут помочь зрителям лучше разобраться в системе, которую они изучают. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. До новых встреч. Скоро будут новые трансляции. С чемпионата России по шахматам пойдут. Я хочу прокомментировать партии все, со всего турнира, вечером. Посмотрим, получится или нет. Надеюсь, что получится. Ну и еще одна радостная новость. Меня поблагодарили на Фейсбуке за мои ролики. Молодой шахматист с рейтингом ниже, чем 2.200. Поизучал один из вариантов. Который посмотрел в моих роликах и победил молодого гроссмейстера. Не буду называть фамилией. Теперь точно до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!